Игорь Карганов Если об опыте судить по количеству ошибок, которые я совершил, то опыт у меня очень большой. И я с удовольствием этим опытом делюсь со своими участниками. Давайте поговорим, собственно, о том, что должен делать тренер. И я сейчас попробую небольшой навык вам привить, который обычно на тренингах очень полезным бывает. Давайте поднимем руки, все обе руки, пожалуйста, поднимите. А теперь, пожалуйста, чуть-чуть можно пониже опустить. Да, вот так, чуть-чуть пошире разведите их, не мешая друг другу. И на максимальной скорости, на какой только сможете, сведите две ладони у себя перед лицом. Еще раз. Да, что-то такое, звонков лаков получился. Отлично. Чувствуете в ладонях жжение? Жжение такое, да? Это значит, кровь туда приливает, она пытается ладони охладить, а значит, по организму она бегает быстрее. А вашим коллегам, которых вы одариваете такими аплодисментами, гораздо приятнее слышать такие аплодисменты, чем вот что-то жиденькое такое. Мы получаем двойную пользу от этого простого навыка. Поэтому, пожалуйста, это, по-видимому, стоило раньше сказать, но можно и сейчас. Не жалейте аплодисментов. Это приятно коллегам, и это приятно тренеру тоже. Вот сейчас мы с вами произвели некоторое количество энергии. Ну, может быть, даже много энергии. И кое-кто, возможно, из-за этого расстроился. На самом деле, энергия, которую мы производим, это, в первую очередь, эмоции. Я бы хотел как раз поговорить о том, что такое эмоции и почему это важно именно сейчас. Ведь эмоции могут быть и позитивными, и негативными. Именно эмоции представляют собой энергию. Это такой электрический разряд в организме. Когда вы кончаете рабочий день в пятницу, там, 5-6 часов вечера, 7 часов вечера, вы сидите, вы не можете уже ничего сделать, только ожидаете, когда вы сможете оказаться дома в горизонтальном положении. И в этот момент кто-то говорит, а давайте пойдем в караоке. Или вы сидите вечером перед телевизором, уже собираетесь спать, все, у вас уже клонит. Но тут начинается по телевизору и дальше по вашему выбору. Чемпионат Англии, интересный сериал, например, «Битва престолов», «Игра престолов». И вы до трех ночи, уже потеряв сон, смотрите телевизор. Что произошло? Собственно, вот это эмоции, которые вам дают новую энергию. И мы сейчас с вами поговорим об этой энергии. И самое главное, почему это важно. Поднимите руку, пожалуйста, кто видел фильм, вот этот анимационный, «Корпорация монстров». Да. Ага, пожалуйста, опустите руки. Кто не видел этого мультфильма? Спасибо, опустите руки. Кто не любит поднимать руки? Спасибо большое. Слушай, вот что сейчас произошло? Немного энергии, да, немного энергии появилось. Если вы помните сюжет этого мультфильма, основная задача героев была вырабатывать энергию, пугая детей. Они приходили ночью, прокрадывались через специальные двери, через временно, как-то, пространственно-временной континуум попадали в любую комнату и пугали детей. Чем громче дети кричали, тем, собственно, больше энергии они получали, этой энергией они питались. Но самое интересное, что в процессе своей деятельности они обнаружили интересный феномен, маленькая девочка повлияла на это осознание, что, оказывается, детский смех приносит больше энергии, чем детский страх. И ровно с этим связано окончание, хэппи-энд этого мультфильма. Вся корпорация монстров перенастраивается на то, что дает гораздо больше энергии. Позитивные эмоции дают больше энергии, чем негативные эмоции. Я, по крайней мере, в это свято верю. Когда я пришел в CBSD, ну, после 15-летнего опыта работы в корпорациях, я пришел в то место, где, наконец, почувствовал себя счастливым. И вот эта позитивная эмоция, возможность обмениваться энергией с аудиторией, меня подпитывает до сих пор. Я три года нахожусь в абсолютном счастье. Несмотря на то, что вот вчера, например, я до половины седьмого утра оттачивал свои презентации, которые в том числе сегодня вел для групп некоторых. Это иногда утомительно, но я это делаю с радостью, чего и вам желаю. Тимоти Голви, возможно, имя вам знакомо, это специалист по коучингу, который написал книгу «Работа как внутренняя игра». Описывает очень интересную историю, связанную с его дочерью. Когда она закончила колледж и спрашивала его совета по поводу того, куда пойти работать, он ей дал очень простой совет. Приди на работу, вот туда, на интервью, куда тебя вызовут, за 15 минут до интервью. И просто посиди тихо в уголочке и посмотри, что происходит в офисе. И если ты не услышишь смех, то беги оттуда как можно быстрее, из этого офиса. Потому что там нет того, что тебе важно будет на работе. Вот мне кажется, что очень важно, чтобы несмотря ни на какие кризисы, я не боюсь этого слова, несмотря ни на что, на работе была атмосфера общего воодушевления. Потому что именно эта энергия в итоге дает вам прирост производительности. Что происходит? В кризис. Ну что происходит сейчас? Вот та самая вука. Поднимите руку, кто знает, что это такое. Спасибо. Вы уже знаете, что дальше будет, да? Кто не знает? Кто не любит поднимать руки? Вука — это тот турбулентный мир, в котором мы с вами находимся. Почему именно сейчас важно говорить о вдохновляющем эмоциональном позыве и отношении к работе с огоньком? Да вот почему. По оценкам, как всегда не нашим, Гэллопа, только 13% вовлечены по всему миру сотрудников. Этот процент улучшился, но он по-прежнему не очень хороший. Вот мои часы говорят мне, что время истекло. Одна минута осталась. Что это значит для крупнейших экономик мира? Это означает потери. Около триллиона долларов теряют только три экономики в мире. Соответственно, для вас, как для компаний, это означает, что вы тоже теряете деньги, но можете их приобрести. Когда последний раз ваши сотрудники просили оставить их в офисе вечером? Когда они приходили и добровольно вам приносили какой-то результат, который вы не просили, но хороший результат? Это и есть та самая вовлеченность, это тот дополнительный прирост производительности, который возникает просто из-за того, что мы хорошо относимся к работе. Что вдохновляет лично вас? Ради чего вы встаете каждый день и идете на работу? С какой дополнительной энергией вы работаете? Вот это вопрос, который я хотел бы, чтобы мы все себе задали. Потому что в кризис это, собственно, самый главный и, извините, бесплатный источник дополнительной производительности. Спасибо большое.